Приветствую! Полгода назад на канале выходил тизер самой ранней альфы второго проекта Зедера, мода на Властелин колец для Hats of Iron 4. За это время он пережил несколько обновлений и достаточно оброс контентом для полноценного обзора. Итак, действие мода начинается за два года до войны кольца, то есть в 2016 году третьей эпохи. Для полноценной игры доступны 9 фракций, люди Гондора, Рохана и Думланда, эльфы Темнолесия и Лориена, Энты Фангарна, а также всевозможная нечисть под руководством Саурона, Сарумана и Назгул. Многим конечно же будет интересно отыграть альтернативные пути, то есть противоречащие книгам Толкина. И они здесь уже присутствуют. У большинства фракций имеется развилка, это выступление на стороне добра или же присоединение к силам зла. Из них у некоторых становление на путь зла завязано на заполучении кольца всевластия путем специальной цепочки событий. Но есть и фракции с линейными путями, это конечно же Саурон и Назгул, а также Фангарн и Темнолесье. У последних есть развилка между изоляцией и сотрудничеством с соседями, но по факту оба этих пути относятся к добру. У всех фракций имеются уникальные лидеры и у Фангарна тоже. Его возглавит древень после выполнения первого фокуса. Готово окно правительства, там указаны бонусы расы вашей фракции. Также в этом окне можно нанять героев и вкачать ремесла, это дает хорошие бафы. В сравнении с ванилью пунктов в окне технологий стало значительно меньше, по понятным причинам. Сейчас там имеются пехотные и осадные технологии. У каждой фракции есть свои уникальные юниты. К примеру, у Фангарна это Энте, а Саурон по решению может призвать того самого Баурага. Юниты пока не имеют своих моделек, но они появятся в следующих обновлениях. А еще у них есть собственная озвучка. Кстати о моделях. В Средиземье появились новые постройки, известные по книгам и фильмам, а вот одинокая гора почему-то исчезла. Пожалуй, у мода есть всего одна серьезная проблема, которую автору предстоит решить в обновлениях. Это баланс, который нынче превращает игру за некоторые фракции в челлендже сродни австрийскому из ванильи. На этом обзор можно заканчивать. В описании я оставил ссылочку на дискорд мода, за ходом разработки можно следить там. До новых встреч!